Когда я приехал 10-15 лет назад, со временем понял, что очень мало наших коллег имели опыт Советского Союза или знали этот регион, знали русского языка. И в какой-то момент я думал, ой, уже пора куда-то приехать и оставаться здесь и постараться осмыслить, понять, делать какой-то вклад в этот регион. И я решился, что, наверное, вот это интересно, и более интересно, может быть, более полезно даже. Так что здесь вы, наверное, уже успели прочитать, но тогда я не зачитаю, но это взгляд на Россию и Советский Союз с точки зрения международного развития. Из современных концепций и подходов международного развития. И, конечно, наш акцент как центральна, это как развивалось гражданское общество в России до революции 1917 года. Что случилось потом, что уже происходит сейчас. Так что это довольно широкий исторический свет. И я поискал, наверное, связь или традицию, прогрессивную традицию. Я, наверное, не думал раньше, чем в XIX веке. Но я постарался думать, где источники философские, политические, прогрессии. Что могло быть в начале XX века. Сейчас довольно большие дискуссии в России об этом. Куда шло гражданское общество, которое для советских историков и людей это было как-то больше, в том числе чуть-чуть буржуазный феномен, явление. Так что новым интересом они смотрят в России об истории гражданского общества. Так что я изучал вот эти связи между периодами и думал, как Центральная Азия появилась в Российской империи. И как люди смотрели на Центральную Азию во время XIX века, когда впервые вот эти существенники появились здесь. Третий пункт – это моя попытка смотреть с альтернативным взглядом на эти процессы. Да, у меня была очень амбициозная идея помогать в восстановлении общего левого взгляда на эти периоды истории. Вы понимаете, вот в России или Центральной Азии есть тоже какие-то «фрейкс», «разрывы», да? И у нас тоже, конечно, вся эта история полуродной войны. Очень мало то, что люди знали во время, конечно, из этого периода вырос и учился язык во время полуродной войны. И так что была тоже идея постараться содействовать в восстановлении общего понимания того, что произошло в Советском Союзе и где есть связь между прошлым и настоящим в сфере развития. Принимаю в виду последнее здесь, что много нового молодого поколения смотрит очень критически на процессы международных отношений и развития. И на самом деле, если задавать себе вопрос, кто больше всего может читать эту книгу, я надеюсь, это студенты, аспиранты молодого поколения в наших странах, который может быть интересным, да? И где они увидят, может быть, видение, которое более friendly, да? Дружественные к России или к Советскому Союзу, чем обычно мы видим. А все-таки критическая книга, которая мне не старается не говорить, а шаги тех, которые было. Ну, я хотел включить фотографии в эту книгу, но издательства не хотели брать моих фотографий, потому что влияет на цену. И они хотели, чтобы цена книг не такая высокая. У меня были разные фотографии, и современные, и исторические. И я нашел ряд, я знаю, как вы любите имиджи, да? Я думаю, эти имиджи очень много говорят о Советском периоде здесь, о Бразилии. Пять-шесть их в этом презентации. Но здесь это было в фототехе Общество культурных связей с Советским Союзом. Это было не обычное общество дружбы. Это не было официальное английское общество, которое поддерживали эмигранты, диссидентов. Это было общество для этих культурных людей, писателей, ученых с двадцатых годов прошлого века. И у них очень мониками, если вы попадете в Лондон, очень интересная библиотека советского периода. Все художественные, литературы, искусства там в общем объеме. И вот это, что бросается в глаза обычного работника по развитию в этом регионе. Но я думаю, мало кто будет не согласен, что это инфраструктура, которую мы победим сегодня от Советского периода. И это физическая инфраструктура, и это социальная инфраструктура. То есть эти школы, эти дома жилые, эти дороги, эти мосты, эти фарты и так далее. И мы в гражданском обществе первые годы, если мы в селах работали, мы работали над ремонтом того, что было сделано. И иногда люди даже нам сказали, что качество того, что было раньше, лучше, чем вы делаете сегодня. Иногда так говорят. Так что здесь это первая из этих серий, очень хорошая фотография. Ну я должен был определить себе позицию свою как автора. И я выбрал себе как для первой книги открытую и оставался развёртывать эту позицию как практика. То есть development worker, да, practitioner или development worker. Почему? Ну потому что, во-первых, это была моя позиция. Во-вторых, я понял, что я не могу все эти книги, вот Сергей, да, когда я слушаю выступление Сергея Абашина сегодня, мой, если я вот, если я два процента этих книг читал, я был бы рад, да. Так что я, у меня нет доступа, да, к всей литературе, я должен обосноваться на своём опыте. А с другой стороны, я прекрасно понимаю, что моя биография не особо интересует читателя, да. Я не такой, да, известный что-то. Так что это довольно сложная здесь задача. С одной стороны, придерживаться к позиции практика. А с другой стороны, мне нужно говорить о себе, о своей организации и так далее. Ну, у меня был вот этот опыт voluntary service overseas в России, в странах Прибалтики, в Казахстане, а потом центральный газ, всё это последнее время. И ранее, вот как студент русского языка, я уже два года жил в Москве, как редактор в агентской печати новости во время грешнии, в выпуске ежедневных статей международного общества. Переводится в господин английский. Так что у меня, я собрал довольно много информации во время, даже хотел писать что-то в то время, которое не получилось писать. И потом, вот следующий выбор был вот этот регион Среди Азии и Сибирь, или часть Сибири. Потому что моя идея была системного развития, в принципе, в работе, скажем, не самых богатых в регионах мира. Ориентация это на более бедные, более отдаленные, более уязвимые. Так что, я думаю, интересно смотреть регион, который входит в Российскую Федерацию, и регион, который уже стал независимым. Но я хочу сразу сказать, что этот контраст, я не смог делать до конца. Это довольно сложный контраст. Моя идея была легче или лучше оставаться в пределах Российской Федерации, в каком-то отдаленном городе Сибири. Или лучше было уже получить независимость и жить с новыми законами и свободой. Ну, что-то я рассуждал в книге, но я не хочу сказать, что я нечего от этого результата. То, что я знал, понял. Ясно, что я не хочу делать сравнение между Россией и Западом. Эта дорога уже тортает каждый день. Сравнение. Я не буду позиций что-то делать. Не смог бы это делать эффективнее. А что-то здесь постарался делать. Что-то очень хорошая и смешная фотография, мне кажется. Это Алтай. Это какие-то антропологи. Не знаю. Для меня они почти какие-либо. Молодые люди. Светочник, рубаш. Не знаю, в каком году. Потому что в фотографии были вот эти... Поголовки, да? Да. А не было дат. Ну, интересно. Ну, было уже сказано много об этнографии сегодня. Сибири много об этом говорил. И здесь просто хотел сказать, что, наверное, как в наших колониях, английских, французских, да, это было место, где антропология развивалась. Советская этнография имеет свои черты и сильные и даже слабые места. И, надо сказать, в нашем периоде, в периоде новая волна антропологии, изучения, да, местных, да, обычаев, да, происходит. Я изучал один из моих кейсов. У меня очень много кейсов. Это вообще книга, это коллекция кейсов. И я стараюсь рассказывать через конкретные примеры все время. Но один из первых это было российское географическое общество. Это один из примеров реализации гражданского общества, которое очень развивалось в 19 век. Этнографическая секция была одна из сильных. Мы знаем о путешественниках, Кожевалске, Семену Тенчанске, вот все это, да. И интересно видеть интересы государства против интересов науки в этих экспедициях, в этих исследованиях, которые они сделали. Издательство, которое я выбрал для книги, или которые были на небо для меня, это специфическое издательство, которое издает книги о развитии, о прогрессивных движениях политических. Очень много написано о феминизме, о экологии. И их, наверное, одна из главных тем – это против неолиберализма, экономического неолиберализма. Я и в первой книге, и во второй книге, я брал вот эту как базу. То есть я не за решения, которые были сделаны в конце перестройки. Я выражаю позицию против экономической политики и политических событий, которые были сделаны. Так что это моя позиция. И я даже, может быть, даже не до конца понимаю свою позицию по разным причинам. Но точно есть какая-то национальная причина. Те процессы, которые принесли такой ущерб общему населению, не могут быть правильными. Переходы – окей. Переходы. Но не с такими потерями. А если мы говорим о развитии, мы не можем поддерживать такой склон вниз. Это неправильно. Так что это как я начинаю с этим. В первой книге я проанализировал развитие гражданского общества и капитализма до 1917 года. А потом попрыгал до конца советского периода и чуть-чуть сказал о том, что они развиваются после развала Советского. Конечно, это было очень амбициозно посмотреть капитализм и гражданское общество, и государство. Но я просто думал, что почему не попытаться противоположить, противоподставить другое видение, которое это точно необычное видение дел у нас в Академии и в Англии. Во второй главе я стараюсь и постарался смотреть на разные школы развития. Потому что я сказал, что развитие это как «contested term», спорный процесс, спорный термин. Описывал какие-то школы развития, как миссионеры развития Всемирной банки, такие большие агентства, ООНовские агентства. Near development people, которые поддерживают движение снизу вверх, глобалисты, локалисты. И постарался думать, где Россия и Советский Союз, где они были в отношении этих главных тенденций. Конечно, Советский Союз, как state-led, социалистический модел, они противопоставили себе всем другим агентствам международного развития, потому что они объясняли, что у вас нет этого классового анализа, и у вас бедности неравенства продолжаются, продолжаются, продолжаются. В принципе, я согласен с этой позицией, мы это видим, продолжаются. К сожалению, несмотря на наши усилия в этой сфере. И последнее здесь, это то, что я постарался пользоваться теми возможностями, которые у меня есть, которые изучают местные источники, газеты, людей и так далее, чтобы и в библиографии предоставить такие источники для студентов. Ну вот это еще большая фотография, это Братск. И это что я хотел, коротко, да? Ну конечно, вот Советский период разделяется в разные периоды. Первый период, двадцатый, тридцат, это очень тяжелые условия, это лагеря, да, которые были, баракское существование, как люди сказали, да, и люди в очень отдаленных местах строят первую железную дорогу и заводы, водники и так далее. И здесь всегда была проблема предоставить нормальные условия. А это уже после войны, конечно. Я хочу сказать, что для советского развития экономическое и материальное развитие было базой. И поэтому мы видим связь даже с потребительским обществом, которое сейчас, да, влияние, что материальные блага и условия были главными. В этом есть такая связь, хотя по-другому выражается. И, конечно, последние годы Советского периода была вот эта попытка догнать, даже с этими материалными благами и траварными, да, замок. Я думаю, я могу довольно быстро, я уже чуть-чуть об этом говорил. Данные документы. Попытка определить прогрессивную традицию, крак системы социальной защиты. Третий, да, «Гражданское общество». Для этой книги у меня не было так много времени, чтобы делать первичный анализ и сбор информации. Я уже все время работаю здесь. Ну, мы сделали три года подряд, я сделал экспедиции, скажем, на Урал, Пермскую область, Светловскую область, Челябинск. Потом мы были в нем дома в Новосибирске, Курске, Бурятии. И с помощью коллегов в Москве постарались встречаться с гражданами НПО. И я писал как трудную статью, статью о развитии гражданского общества в России для сборников, которые, в то время, сборник называется «Гражданское общество на перепуте». Это была международная коллекция статей. И я даже презентовал результаты. Так что, как в нашей работе здесь, в регионе, мы стараемся с исследованиями презентовать и получить обратной свет от людей в нашем секторе. Тоже великолепная фотография. Это русский врач с тадистскими коллегами, учениками, учениками, учениками. И мы говорим, ну старший брат, мальчий брат, старшая сестра, мальчая сестра. И что здесь я хочу сказать. Одна из независимых попыток было сравнение автономных единиц в Российской Федерации на разных уровнях. Как мы знаем, есть автономный район, округ, республика и так далее. Есть эти, так называемые, малые народы северов. Есть титульные нации, нетитульные нации. Русские, которые везде или в меньшинстве, или очень часто в большинстве, да, в этих больших новостях и территориях. Так что здесь, ну я только могу сказать, что понял, вопрос, есть вопрос здесь. И какая судьба есть у очень различного размера народа в ситуации, как она обернулась? Мое мнение, что, в принципе, вот эти автономные территории, население там, они получили огромную выгоду от советского периода. И были довольно большие потери в то время. Ну, например, еще раз, образование, запопрямление, инфраструктуру, индустрию и так далее. У меня есть раздел, в четвертой главе, где я говорю о стратегиях женской фибрэйши. И я, как и в других местах, я свободно ссылался на автора, который много знает. В этом смысле, в этом примере, это был американская масса, которая говорила о женщинах, писала о женщинах, да, в Средней Азии. Как в отсутствии рабочего класса надо было найти большую человеческую группу, которая может быть за изменениями. И они постарались найти в женщинах эту массовую поддержку для классовой бабы и для советского проекта. И еще раз, здесь вот появились другие идеи. Например, я читал очень интересные вещи, что во время вот этого программа «Свобождение женской фибрэйши» были три коммунистические статьи. Первый, как он говорит, revolutionary legalism, революционная законность. То есть, просто продолжаем новый закон, который имеет большой смысл, да? Второй – это administrative assault, административный наскок. То есть, мы просто меняем администрацию везде, со сверху, да, 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 да. И третий – у нас есть систематическая работа. И в штабе уже есть много интересных дискуссий об этом вопросе, о женском вопросе в Центральной Азии. У меня нет времени, чтобы об этом говорить. Просто то, что я видел – это прямые сравнения с переходным приемом. Прямые. И во многих сферах, не только о женщинах, да. То есть, меняем конституцию, меняем законы с прочим рядом. Администрацию мы меняем, да, или мы наступаем на предыдущую администрацию государством. Сами силами, да. А третий – это, наверное, более долгосрочный подход, это как было здесь выражено вот эта систематическая работа. И я нашел очень интересную цитату от Купской, которая сказала, в конце концов, это уже в 30-е годы, которые не были, мы понимаем, такими уже радикальными, да, что касается социальной политики. Ну, она сказала, ну, вот этот худжум, вот этот наскок, и это нападение на порядки без души. Ну, она просто посмотрела новыми глазами и сказала, может быть, у нас должно быть более комплексный подход к этому проблему. И, в том числе, к традициям. Мы не можем просто, потому что тоже было об этом сказано сегодня, о традициях, когда Сергей выступал. Ну, мы не можем просто видеть в традиции какой-то заговор против народа, да. Они тоже отвечают каким-то нуждам. И нам надо систематически работать с этим вопросом. Так что это был, я тоже, это, как бы, открытый вопрос, сколько стоит делать такие сравнения политики развития, программах развития между советским периодом и переходным. Ну, очень много интересных вещей. Были работники по развитию, да, были волонтеры, были и краткосрочные и долгосрочные проекты, была статистика, были и отчеты. Все эти вещи, которые мы хорошо знаем. И просто смотрели на уровне работника, не с точки зрения теории, но с точки зрения работы, да. Работник, у меня хороший кейс, какой-то инженер из Ленинграда, поехал в Узбекистан, какой-то кишлях в Узбекистане, там шесть месяцев работал, сколько он делал, да. В то же время были господчины. Так что, вот, я посмотрю, такие вещи, думаю, довольно интересны, жизненные вызовы, да, работников развития. Так, уже на сегодня. Ну, первые 15-20 лет политика России, вклад России был missing element, да, missing piece, потому что никто не хотел об этом говорить. Да, все эти наши категории людей, то есть западных, юзуродных, да, работников развития. Мы должны об этом признаваться, очень мало было. Наоборот, было бы все время идти в другую сторону. Ну, частично из-за непонимания истории. И мы это видим в Украине сегодня. Просто непонимание истории. И большие ошибки политики. Люди не соображали вовремя об истории и вот тех проблемах, которые могут возникнуть. Ну, сейчас люди уже стали, как сказано, в советском периоде люди уже стали массами, да, изучать советские опыты, советские молодежи. И, конечно, будет масса людей, которые уже станут смотреть на планы Российской Федерации в Центральной Азии, А с другой стороны, может, умеет ли Российский Федерации, есть ли ресурсы людские, стратегические, не только денежные, чтобы что-то делать? Ну, я просто из мировой истории, это факт, что большой процент инвестиций и программ по развитию обычно из любой, как это так, колониал, обычно идут в предыдущие колонии, или те места, где эта держава раньше была физически. В случае Англии, я думаю, это не меньше, чем 50%. Все международные помощи идут в бывшие колонии. И это потому, что люди знают, любят этой страны, любят этих народов. Ну, если смотреть, да, этимистически, да, вот это, да, есть. Тоже хорошая возможность эксплуатации истории. Ну, есть очень много вот этих хороших повреждений тоже. Так что, когда наши английские люди видят что-то странное в интересах Российской Федерации вкладывать в этот регион, мне кажется, это двойные стандарты, как наш Путин все время добрый. Это естественная вещь. Но вопрос опять здесь, это как это делать? Потому что международное развитие, это довольно тонкий инструмент, на самом деле, если правильно работать, не только каким-то директивом, да. И мы видим, например, что очень много для лучшего подхода делали, например, международный метод, да. И где есть до сих пор российские, то есть клиенты, которые имеют такой опыт и знания, которые могли помогать своему государству. Очень хорошо делать. Так что я об этом думал, и это, наверное, где я буду сейчас остановиться. И спрашивать мнение, и в конце аргументов от Александра. У меня есть какие-то проблемы, но я могу возвращаться в конце, если понадобится. Я думаю, уже достаточно добрый. Спасибо. Спасибо. Хочу сначала сказать, что для меня так свободно говорить на русском, поэтому я готовлю текст и хочу этот текст здесь только представить. Во-первых, я очень рад, что меня пригласили сегодня здесь представить мою рецензию книга «Чалса». И за последние дни я прочитаю всю книгу, да, сделаю свою работу, можно сказать, что я не только нашел немного интересного, но и поручу много числений стимулей для дальнейшего распространения. О проблемах развития в регионе, о шансах или условиях для прогрессивной политики. Но прежде чем перейти к обсуждениям тех моментов, которые вызвали по мне наибольший интерес, я хочу коротко рассказать о себе и о своей связи с регионами и стимулей развития в обществе. Например, в книге «Чалса» проблема вокруг байкальского целорозно-бумажного комбината является примером продолжительной и устойчивой борьбы экологических НПУ ради сохранения экологической среды в постсоветском Сибири. Сам я получил участие в этой борьбе в 2021 году как баланчор с маленькой организацией под названием «Восрождение семьи Сибирства». Правда, наши акции не были уже такими грандиозными, и наша деятельность была больше направлена на создание новых проектов для получения грантов международных доноров. После опыта в Сибири я рассудил Гудрецк в Центральной Азии и приехал в Кипрестан. Здесь я провел исследование политической системы и ее отношения с общественным мнением. Мне собирали информацию о протестах в постреволюционном периоде, когда такие движения, как за реформы в 2006 году и позже Пуловский объединенный фронт, может быть, вы помните, в 2007 году попытались в успешном первом примере и неуспешном втором продолжить то, что часто называют в своем анализе, скажем, дух перестройки. Мои вопросы коснулись похожие темы. Я хотел понять, насколько за 15 лет после распара Советского Союза киргизстанское общество имело потенциал критически относиться к государственной структуре. С тех пор меня удивляет, как мы в этой республике повторно становимся свидетелями якобы противоречащих процессов политической либерализации, экономической стагнации, культурной реставрации и социальной инновации. В своей книге часть детально пишет о подобных процессах в Сибири, Урале и Центральной Азии. Я хочу здесь остановиться на некоторых моментах, которые, на мой взгляд, подчеркивают оригинальную работу Чарльз, как вклад в актуальную в наше время дискуссию о роли гражданского общества в бывшем Советском Союзе. Три момента. Во-первых, Чарльз на протяжении всей книги представляет читатель множество примеров, как бы сказали, хейстарис, движения и организации в гражданском сфере. В книге Чарльза мы узнаем о работе социальных активистов в Ферме и их успешных попытках сотрудничать с местными властями или проводить фестиваль Тилурама, чтобы продвигать и агитировать право человека. Мы знакомимся с работой критических газет Иркутской области, которые пытаются раскрыть коррупционные схемы в госадминистрациях. Нам также становятся известны проблемы таджикских мигрантов в России и деятельность НПО в Таджикистане, которые помогают семьям, оставшимся без помощи убегающих мигрантов. Чарльз здесь использует свой огромный опыт работы праздник министра бывшего Советского Союза за последние десятки лет. И благодаря этим многочисленным примерам, чтение книги принесет большое удовольствие. Второй момент заключается в постоянном использовании источников современной русской социологии и ссылок на текущие дебаты в России и в Центральной Азии. До сих пор дискуссия в западных кругах отличается тем, что в них местные работы игнорируются и часто не воспринимаются как собственные попытки рефлекции над актуальными проблемами. Знакомство с разными дебатами в России о состоянии гражданского общества и проблемах развития позволяет англоязычному читателю погрузиться в незнакомые, но инновационные дискурсы. Третий, на мой взгляд, самый, как сказать, прогрессивный момент – это умение Чарльза обнаружить и находить исторические параллели в сегодняшних процессах в странах бывшего Советского Союза. Чарльз подробно рассказывает о достижениях советских властей в Центральной Азии и в их попытках модернизировать или развивать регион. И раскрывая появление гражданских инициатив еще до прихода большевиков во время Российской империи, книга Чарльза открывает читателю «Богатейшие наследства тех сил, которые тогда еще работали над современными концепциями развития общества». В своей работе автор обсуждает роль таких радикальных групп, как «народная воля» и описывает функции развития местных общин, как, например, старинные собрания вечи. Все эти исторические примеры помогают, как пропит тезис Чарльза, что развитие нового общества основано на низовых bottom-up инициативах. Именно здесь мы находим те силы, которые способны решить постнедельные проблемы жителей и тоже могут дать оценку давящим силам мир в государственной машине. Чарльз в конце своей книги ставит и огонь, что гражданское общество в России и в большем Советском Союзе не полностью может развивать свои потенциалы. И, по крайней мере, так я это понимал. Это мой впечатление, что именно историческая работа является тем важным шагом, с помощью которого мы можем дальше развивать наши представления, наши, как это английское слово, imaginary, воображения о других возможных подходах к развитию общества. Прочитав о попытках советских властей уделегирования возможности развивать свои национальности местным жителям Центральной Азии в начале 20-го века, в 20-х годах прошлого века, мы узнаем о прогрессивности тогдашних активистов и их освобождающих политики. Мне кажется, что сегодня мы находимся в тупике, так как нам дается возможность или интерпретировать советскую политику через призму Сталина-Исмаха или анализировать ее в свете постфолуиальных теорий. Обе случаи в результате наших исследований часто приводят нас к мысли о том, что происходящие события в них не могли не происходить в результате колониальной эксплуатации или тоталитальной регрессии народов в Центральной Азии и на земле России в Сибирь или на Дальнем Востоке. Книга ЧАЗ делает большой вклад в раскрытие многообразной политики и многочисленных инициатив. Она выгасает наше воображение и таким образом следует призывам французского философа Алан Бадю отобрать инициативу по историографии у неолибералов и начать писать свою историю. Работа ЧАЗа также заставила меня распространять на тему формы анализа, которые происходят здесь, автозаметно двигаются в рамках марксистской доктрины. Это становится очевидным в его определении расклада Советского Союза как революция капитализма. Однако при обсуждении таких вопросов, как дискриминация и ксенофобия, авторитарное управление и коррупция, миграция и недееспособность в социальной сфере, мне кажется, что марксистское чтение также может быть применено. Следуя логика Слава Жижека в другой философ, я считаю, что вышеупомянутые феномены являются выражением самого ненавист кризиса капитализма в его текущей неолиберальной форме. Чарльз хочет подчеркнуть уникальность беспокоящих феноменов авторитаризма и ксенофобии, распущего национализма и культурной реставрации путем отделения их под экономической базой. В таком случае мы, как гражданские активисты и как ученые, продолжаем деполитизацию во имя прав человека и глобальной талантности. Я предлагаю необходимо, наоборот, попробовать реполитизировать такие проблемы общества, как коррупция, жилье, недееспособное образование. Во-вторых, мне кажется, что мы должны исследовать вышеупомянутого философа Алан Бадю и сформулировать политическое ведение. Бадю называет этот ведение коммунистическая гипотеза. В своей книге «Чарльз» раскрывает проблему фрагментированного гражданского общества, отсутствие сетей между активистов и НПО, или, по крайней мере, трудные условия для того, чтобы создать такие сети, и отсутствие связи между гражданским обществом, бывшим Советским Союзом и глобальным политическим движением. И согласно с этим анализом, я читаю, что не только такое происходит в России, но и наблюдаю этот процесс фрагментации гражданского общества на глобальном уровне. Я читаю, что концепция множества, и то, что авторы Атонио Негри и Майкл Харт называют «мультитюд», страдают от отсутствия такого политического ведения. Я полагаю, нам необходимо найти новые подходы, чтобы формулировать наше ведение для того, чтобы связать разнообразных акторов гражданского общества и усиление их возможностей. Как уже было помянуто и выше, один из таких важных шагов в этом направлении – это требование переписать историю. Чарльз Лобсон сделал важный шаг в этом направлении, надеясь, что его книга положит начало для многих последующих работ. continue на��. Продолжение следует... Продолжение следует...